Уважаемые львы и львицы, всем доброго времени суток. Вы на канале Ого Тарон и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию второго прогноза на неделю с 22 по 28 июля. Включительно, что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет и женщинам, и мужчинам. События этого периода рассматриваем в общем. Все, что касается семьи и дома, ваших взаимоотношений, работы и карьеры, доходов и расходов, любой информации, которая может извне исходить в отношении вас. Посмотрим, что в скрытых факторах. Подведем итоги всей этой недели. Также в раскладе будет карта дополнительного совета. И сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Карта, которую я достану, самый последний, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о том, что для вас важно. Вопрос всего лишь один. Колода настраивается на ваш запрос. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете делать так же и по асценденту, и по своему основному знаку зодиак, и то, и другое. Верно. Таким образом, у вас будет больше информации для анализа. Колода готова. И я приступаю к выкладке карт. Уважаемые львы и львицы, все карты перед вами, и я начинаю прочтение вашего расклада. Расклад начинается с двух достаточно сложных карт. Первая из них – это рыцарь мечей. Это говорит о том, что уже в начале этого периода из-за чего-то могут быть нервы. Есть какая-то информация, которая вас может расстраивать. Возможно, вы хотите с каким-то вопросом разобраться, и вам нужно в чем-то срочно расставить точки над «и», но чувствуется напряжение. Либо это для вас противоречивый, либо спорный вопрос. Либо вы в отношении кого-то или чего-то проявляете несогласия сами. Либо к вам по этой карте кто-то может идти с определенными претензиями, потому что карта может показывать посыльного, человека, исполняющего обязанности, наделенного определенными полномочиями, от которого и исходит та или иная информация. Но эта карта может показывать не обязательно вопросы официального характера. Это может быть все, что угодно. Вопросы даже могут касаться каких-то дорог, разъездов, выездов. Потому что тут тоже сомнения и могут быть сложности, связанные с определенными дорогами. Скорее всего, для вас важно по этому аркану какой-то вопрос решит для себя по справедливости. И для вас важно, чтобы эта правда восторжествовала. По рыцарю мечей, так как это карта человека военного, вы за свое право или за свою правоту готовы бороться. Может быть, кто-то из вас будет встречаться с такими людьми, которые обладают определенными знаниями или навыками в том или ином вопросе, мнение или помощь которых для вас было бы полезно. То, что касается здоровья, стоит обратить внимание на сосудистую систему. И эта карта говорит о том, что в ближайшее время остерегайтесь переохлаждений. В жаркую погоду это могут быть сквозняки, это могут быть кондиционеры, очень холодные напитки. Голова может периодически побаливать. Показаны ноги, колени, суставы. По этой карте не стоит начинать никаких новых дел с понедельника. По этой карте лучше закрыть какие-то старые или спорные вопросы, которые действительно вас беспокоят. В чем-то нужно расставить точки над «и». На входящие события выпала карта Верховной Жрицы, которая может говорить о женщине, с которой вы будете связаны, либо мнение какой-то женской особы для вас в чем-то будет важно. Если говорить о женщинах, у вас прекрасная интуиция, но вы не всегда сами себя слышите, поэтому способны совершать некоторые ошибки. Также эта карта может говорить о том, что есть еще какая-то женщина. Возможно, это мама. Возможно, для кого-то эта женщина как наставница, как учитель, как проводник в каких-либо вопросах. Это может быть даже психолог или торолог. Тех, кого волнуют вопросы здоровья, эта карта может говорить о том, что нужно будет делать дополнительное обследование. Или есть какие-то внутренние скрытые процессы организма, которые нужно отследить, из-за которых может как раз быть беспокойство по первой карте. В центр вашего расклада выпала карта Повешенного. Этот аркан говорит о том, что постоянно чего-то приходится ждать. И карта Верховной Жрицы говорит о том, что вы не можете с чем-то поторопиться, хотя первая карта предполагает то, что вы хотели бы что-то очень ускорить. Но две вот эти карты говорят о том, что тут в каких-то вопросах не все зависит от вас. Есть еще какие-то факторы, обстоятельства, люди, которые могут влиять на тот или иной ваш вопрос, как бы вы ни пытались для себя что-то распланировать наперед. Те, у кого есть основная работа, карта Повешенного, может говорить и о некоторой приостановке в рабочих делах. Даже если вы работаете, я вижу, что многие из вас способны зарабатывать и очень неплохие деньги, потому что в ваш расклад выпала и девятка монет, и десятка монет. Это две лучшие финансовые карты в раскладе. И они обе у вас. Это говорит о том, что вы свои доходы еще способны и увеличивать. Хотя сейчас, может быть, вам кажется, что все не так, как вам хотелось бы. Может быть, вам хотелось бы поменять сотрудничество. Например, вы работаете с одними партнерами, а хотелось бы поработать с кем-то другим. Карта Повешенного может в целом показывать ваше внутреннее состояние. Возможно, что вы и соглашаетесь сейчас с какими-то ограничениями ради того, чтобы поменять что-то потом. В то же время в Малом Кресте вашей судьбы есть еще и Королева Чаш. В Большом Кресте мы видим двойку Чаш. Есть кто-то близкий для вас родной, тот, кто думает, тот, кто переживает, тот, кто всегда рядом. То, что касается внешнего мира, вы далеко не со всеми людьми во внешнем мире хотите общаться. Есть на кого-то обиды, на тех, с кем вы общались раньше. Может быть, сейчас с кем-то прекратилось общение вообще. Если вы куда-либо хотите инвестировать свои деньги, те, кто зарабатывает, для вас это возможно. На ближайшее время будет обсуждаться что-то по крупным денежным объектам или проектам. Может быть, вы захотите что-то или купить, куда-то вкладывать деньги или продать. Пока именно на этой неделе с какими-либо крупными сделками спешить все-таки не стоит. Я не вижу того, чтобы вы оказались в минусах или в потерях. Но все равно центральная карта говорит о каких-либо наложенных ограничениях. Может быть, у вас сейчас есть ваши собственные деньги, которые куда-либо вложены, но достать их из того или иного дела вам сейчас крайне сложно. В то же время эти деньги могли бы работать на вас. Те, у кого есть такие ситуации, тут тоже нужно юридически, документально что-то пересматривать или с кем-то передоговариваться. Может быть, что-то оформлять или переоформлять по бумагам. Тут вас ждут какие-то важные, сложные разговоры. И вам, скорее всего, в этих вопросах понадобится чья-то дополнительная помощь или консультация. То, что касается кредитных линий, для тех, у кого есть кредиты, несмотря на то, что могут быть сложности с выплатами по кредитам, свои долги вы спокойно можете закрывать. Но в долговых обязательствах тоже нужно что-то пересматривать. Если кого-то волнует тема перекредитования, на этой неделе я не вижу того, чтобы вы обращались в банки или в структуры, но позже это возможно. И опять-таки в таких вопросах вам понадобится дополнительная юридическая консультация. Давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу, те, кто работает и те, кто не работает. Для тех, кто при работе. Выплакарта звезд. Очень много амбиций, очень много планов. Вы действительно очень грамотные и талантливые люди по этой карте. То, что вы имеете на сегодняшний день, это не вершина ваших желаний. Вы можете больше, вы можете лучше. Этот аркан говорит о том, что вы что-то могли бы решать или дистанционно, с помощью интернета, или у вас могли бы быть зарубежные партнеры. Эта карта может показывать в отношении основного проекта дополнительные проекты, которые могли бы быть тоже для вас интересны. Или то, что вы могли бы предлагать другим людям, это могло бы быть интересно кому-то. Очень много и старых контактов, связей, которые для вас могли бы быть полезны. И новые люди в этом периоде могут входить в вашу жизнь. Заработать по карте звезд вы можете, но, возможно, какие-то деньги приходят с задержками. Если вы работаете в крупных организациях, тут что-то может зависеть от вышестоящего начальства. Если вы работаете сами на себя, умеете заранее по работе что-то планировать. В ближайшее время что-то может быть на некотором самотеке в работе. Давайте посмотрим, что нужно знать тем, кто без работы, но вы в активном рабочем поиске. Девятка мечей показывает пока сложности с трудоустройством. То, что, может быть, вы или побаиваете чего-то, или в чем-то не уверены, либо есть еще какие-то проблемы внутрисемейные. Четверка чаш может говорить о том, что вам кто-то что-то будет предлагать, но вы не особо уверены или не особо хотите те варианты, которые вам предлагают. Может быть, у вас есть какие-то собственные идеи, но вы не сильно спешите их тоже реализовывать. Вообще, эта карта пока показывает отдых, состояние покоя, а значит, вам этот отдых необходим. Для тех, кто без работы, вы на пенсии, или вы по другим причинам дома, для вас выпла семерка монет. Вы показаны как люди очень активные, которые даже будучи дома могут работать. У кого-то это действительно может быть как дополнительная работа, даже будучи на пенсии. Или по этой карте многие из вас стараются сделать очень многое в доме. Так как карта финансовая, она говорит о том, что вы все равно над чем-то трудитесь, над чем-то работаете, во что-то вкладываете свою энергию. Но здесь как ожидание каких-то результатов на перспективу. Все равно думаете о том, что хотелось бы что-то еще улучшить и поменять в плане финансов. Для вас это возможно. Ну а теперь перейдем в вашу личную жизнь в начале тех, кто в паре. Для тех, кто в паре, выпали две прекрасные карты. Это двойка чаш и карта королевы чаш. Я вижу, что оба партнера идут на сближение, даже если раньше были конфликты. Я вижу, что были моменты, когда друг с другом не хотелось общаться вообще. Не только с партнером, вообще ни с кем не хотелось общаться. Но сейчас я вижу, что что-то налаживается. Вы стали ближе друг к другу, и даже какие-то общие проблемы вас могут объединять. Я вижу, что вы во всем советуетесь, все обсуждаете вместе. У вас есть какие-то общие планы и общие надежды. Конечно, есть чувства, есть благодарность. Я бы даже сказала, что по этим картам ваши чувства в данном периоде обновляются. И это взаимно. Перейдем к нашим свободным львам и львицам. Для вас выпала карта шестерки мечей, карта старшего аркана колесницы и тройка мечей. Уже две первые карты показывают дороги, как на близкие, так и на дальние расстояния. Возможны такие дороги, если вы сейчас планируете куда-то ехать. Дороги состоятся. Но если вы куда-то едете, возможно, сложности с тем, чтобы или вернуться назад, или сложности с тем, что вы оказываетесь с кем-то на расстоянии, если вы куда-то едете надолго, потому что скучать за кем-то будете, кто-то по вас будет скучать. Скорее всего, это вынужденные или нужные дороги. У кого-то они связаны с работой, у кого-то с чем-то личным. В любом случае, вы очень активны. Совсем недавно вы еще из-за чего-то очень волновались и нервничали, но по факту в вашей ситуации, касательно, может быть, работы, чего-то еще сложности, тут многие остаются позади, потому что по колеснице это как новые перспективы или прорыв в каких-то важных для вас делах. Но в личной жизни все-таки пока не очень. Тройка мечей говорит о том, что личная жизнь оставляет желать лучшего. Даже если вы с кем-то встречаетесь или встречаетесь, эта карта может показывать разрывы, конфликты, разочарования. И если кто-то из вас имеет дело с человеком несвободным, тут все сложно, даже если человек разводится. Если говорить о новых знакомствах, вы очень привлекательны для противоположного пола, но вы выбираете, не вас выбирают. Кого попало, явно вы в свою жизнь упускать не будете. Жизнь по тройке мечей вас очень многому научила. Десятка монет в вашем раскладе говорит о том, что вы еще можете быть в отношениях, и в вашей личной жизни все может поменяться. Это касается свободных. Посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытых факторах выпала двойка монет, карта старшего аркана суда и карта старшего аркана силы. Два старших аркана рядышком. Возможно, по суду у кого-то действительно есть дела судебные или дела спорные. Это может касаться чего угодно. Этот вопрос вас беспокоил, и беспокоить может и на ближайшее будущее, потому что он не завершен. Его нужно завершить. Поэтому в эти дела вам предстоит вносить ясность. Вам предстоит с кем-то общаться. Тут нужно побегать, посуетиться. Возможно, вам нужна какая-то информационная помощь или что-то еще вам нужно со стороны других людей, чтобы вам кто-то в чем-то помог. По карте силы вам нужно продолжать бороться за свои права и свои интересы. А это говорит о том, что у вас есть все шансы на победу. Но ваши враги или ваши оппоненты также могут быть достаточно сильны. И в какой-то борьбе вам никто не собирается уступать. Поэтому нужно будет проявить характер, волю и настойчивость. Эти карты еще могут говорить о том, что у ваших оппонентов на руках может быть какая-то информация, и этой информацией могут козырять против вас. Поэтому в плане своей защиты у вас тоже должны быть очень хорошие доводы и аргументы. Тут идет очень мощное противодействие. Это говорит о том, что и у вас очень сильный адвокат, и с той стороны может быть очень сильный адвокат. На завершение этого периода выпало десятка монет. Все-таки эта карта говорит о том, что если говорить о результатах именно этой недели, подводя ее итоги, вы будете довольны. Карта говорит о том, что вы сможете отдохнуть, вы сможете хотя бы на время забыть о каких-то проблемах. Это карта радости, общения. Она может говорить о том, что для тех, для кого важно поработать, вы можете и поработать, и отдохнуть. Тут все зависит от вас. Карта может говорить о том, что в доме у кого-то намечаются праздники, может быть, у кого-то будут гости, может быть, вы к кому-то поедете в гости. Если вы хотите сделать праздник жизни для себя, никто вам не сможет этого запретить. И эта карта говорит о том, что вы себя должны чем-то побаловать или своих близких должны чем-то побаловать. Эта карта и говорит о том, что нужно уделить внимание тем людям, которые к вам ближе всего, они могут нуждаться в вашем общении, так же, как и вы, в общении с этими людьми. Откроем карту дополнительного совета. На дополнительный совет выпала карта императора. Эта карта может показывать любого мужчину, который вам может быть чем-то полезен. Это может быть человек, наделенный неординарным умом, но это может быть и человек, который занимает какой-то пост, должность. Для женщин, которые в супружестве, карта может показывать вашего супруга, может показывать любого другого человека, от которого зависят какие-то организационные или важные вопросы, которые вас беспокоят. И женщина будет еще на что-то влиять. Мужчина, женщина. Тут что-то касается либо старой спорной ситуации, либо в этом периоде возникают тоже какие-то вопросы, которые нужно будет разрешить. И посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала десятка жезлов. Эта карта говорит о том, что желаемое вы можете получить, но получить его крайне сложно. Потому что помимо того вопроса, который вы задали, на ваших плечах много других обязательств, которые также параллельно тому вопросу, который вы задали, нужно решать. Вы решите и те вопросы, которые на ваших плечах другого характера. Но даже получив победу или получив то, которое вас сейчас интересует, в конечном итоге такое впечатление, что вы будете или опустошены, или вам захочется все бросить, или для вас уже потом, когда вы получите то, что получите, будет не настолько важно, насколько важно это сейчас для вас. Если вам кто-то мешает в получении той цели, к которой вы идете, а я вижу, что есть помехи, они были ранее, вы будете идти на принцип. Для вас важно кому-то доказать то, что вы лучше, то, что вы способней. Для вас важно кому-то показать свое превосходство, и вы его покажете. Давайте также традиционно обратимся к оракулу и спросим, что еще вам нужно знать на самое ближайшее время. Информация и для женщин, и для мужчин. Карта семьи выпала, карта мужчины и женщины, карта ключа. Что-то вместе вы будете решать, те, кто в паре. Если говорить о особых, которые не в паре, то на вашу жизнь может повлиять как раз семейная пара, которая поможет вам решить какую-то важную задачу, в которой для вас важно восстановить справедливость. Тут какие-то кармические задачи, ключевые вопросы вашей жизни. Может быть, это касается еще каких-то старых спорных вопросов. Это может касаться каких-то документальных или официальных моментов в том числе. То есть для каждого эти карты проиграются по-своему. Карта смерти может говорить о том, что вам нужно что-то отсечь, то, что мешает вам двигаться вперед. Это карта радикальных перемен, которые вас еще могут ждать по этому аркану. Эта карта не говорит о смерти на физическом уровне для вас. Но хочу сказать о том, что те, у кого есть старики, бабушки, дедушки, возможно, что как раз старшему поколению понадобится ваша помощь. Либо это какие-то вопросы, касающиеся жилища, дома. Может быть, в плане недвижимости вам нужно что-то будет менять или пересматривать. Все вопросы, которые для вас сейчас в беспокойстве, они стабилизируются, и в этом вам кто-то поможет из ваших близких. Очень сильно вам будут помогать высшие силы в каком-то вопросе. Уважаемые львицы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Ставьте лайки за проделанную мной работу. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Я вам всем желаю прекрасной недели. Пусть даже самые сложные карты проиграются для вас максимально гармонично. Получив ту информацию, которую вы имеете сейчас, вы уже очень много способны обойти или подкорректировать. Всем вам добрый час и до следующей недели, до следующих видео. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова